Приветствую вас. Мне кажется, что в вашем вот тексте, да, есть ошибка. Эта ошибка, она логическая. Смотрите, в чем суть. Вы говорите, что не хотите жить своим мужем. Вот. В общем-то, вас можно понять, да, можно понять, что вы не хотите жить со своим, ну, со своим мужем, да. Но вы говорите, что, вот, как ему донести, да, как донести ему, вот, то, что вы больше не хотите. Вы уже ему донесли, на самом деле, просто он не понял вас в этом смысле. Он, точнее, даже не понял, он не хочет понимать вас, потому что ему это невыгодно просто. Вот. И поэтому, скорее всего, он и не поймет. Скорее всего, он будет вести себя так же, вот. Давя на жалость, как раз, просто потому что, да, вот, просто потому что, так он пытается вас удержать. Удержать это своего рода манипуляция. Вот. С его стороны. Вот. И дело не в том, чтобы донести до него то, что вы хотите. Вот. Вот. Дело скорее в другом, да. Дело скорее в том, чтобы вы делали то, что хочется вам. Вот. И то, что нужно вам. Вот. В чем, как бы, суть вопроса. Вот. Понимаете, какая штука. То есть, на мой взгляд, совершенно не нужно пытаться доносить до человека то, что вам, ну, хочется то, что вам нужно. Потому что он, вы донесли, а он вас не услышит. И не услышит. Другой вопрос, эээ, что вы можете, эээ, чувствовать, эээ, свою вину, перед, эээ, ним. Да, вот. Ну, другой момент, что вы можете чувствовать, что вы виноваты. Эээ, за что-то. Эээ, перед ним. И вот это, да. Это уже серьезно. Это уже серьезно. Но, эээ, с другой стороны, эээ, чувство вины, ээээ, если оно у вас есть, да. Им, именно, именно, вот, эээ, именно, вот, ээээ, чувство вины, ээээ, то, ээээ, с ним, ээээ, вам имело бы, смысл, поработать. Да, вот, именно, эээ, с чувством вины. Ээээ, вот. Потому что, ээээ, вас оно может останавливать. Вот. И, именно, именно, вот, чувство вины, да, может вас останавливать. Ээээ, и, в этом смысле, я вас, ээээ, достаточно, ээээ, ну, хорошо понимаю, да, что вы не можете, не можете, ээээ, сделать выбор, эээ, свой. Вы не можете, ээээ, ну, 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 двигаться дальше, грубо говоря. Ну, вот. Ээээ, понимаете, какая штука. Эээ, поэтому, если у вас, ээээ, есть, ээээээ, Чувство вины, то с ним, с чувством вины, ну и на работу, это очевидно, вне всякого, вне всякого сомнения. Вот, носить дому что-либо не имеет смысла, человек ваш не поймет, а что он на это не способен. Просто, просто не способен, просто не способен восстанять. Ну, можете пытаться, конечно, но... Чувство вины, это не выраженная агрессия, направленная, скорее всего, либо на мужа, либо на кого-то еще из вашего окружения. Это могут быть близкие родственники, это может быть что угодно, кто угодно. Вот, то есть, опять же, нужно посмотреть. Но, в целом, мне кажется, что проблема заключается именно в том, что вы чувствуете себя виноватной перед ним, обязанной ему. То есть, вы и так не уверены, да, в том, правильно ли вы поступаете. Желаю завершить отношения. Вот, а тут еще и он, значит, за своей, как бы, жалостью, да, можно сказать, подливает на слова огонь. Такая вот история. С другой стороны, справедливости ради можно попробовать отношения гармонизировать, да, если вы, например, обратитесь на консультацию к семейному психологу, вот. И семейным психологам попробуйте разобраться, вот, с тем, что в вашей жизни произошло не так, и что вы подразумеваете под тем, что она имеет в виду. Семейная жизнь, семейная, семейная жизнь, никакая, никакая, да, вот. Ну, может быть, еще, можем все исправить. Если у вас это же и желание. Вот. Такая вот история. Такой ответ. Разберитесь со своими потребностями, с тем, что вам необходимо. Вот. И, если нужно, поработать с чувством вины, с тем специалистом, которого вы выберете для индивидуальной работы. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Приятного аппетита. Одинめ мое дело. Продолжение следует...